А у меня Янг Синг сзади лысый Все, сдох Все, Бобик сдох, номер два В смысле Бобик сдох? В смысле Бобик сдох? Ты зачем волну поднял? Ну что, ну что, видели? Это с ходом И мы решили его на канале, друзья, среди вас, золотые мои, разыграть Э, штана! Тормози, тормози нахер Сейчас разберемся Ну что, друзья, вот и настал тот великий день Мы таки собрали наш Минск Выбрались на природу Чтобы отдохнуть Лицезреть, так сказать, ее первозданную красоту И что вы думаете? Эти школьники вонючие Туда-сюда пилят на своих питбайках Мешают нормальным людям отдыхать Надо их наказать, я считаю Разобраться, так сказать, кто круче Мы, так сказать, с усами Уже солидные люди Или вот эти сопляки на своих китайских поделках Вообще, видео это можно даже не снимать Почему? Потому что для того, чтобы Минск сразился с Китаем Пришлось с ним колупаться дня три А питбайк, наверное, надо только заправить И еще один момент, я скажу сразу Давай, Лех, пойдем кое-что покажу И чтобы наш сегодняшний выезд, так сказать, был точно плодотворным Потому что отечественная техника может отъехать в любой момент И тогда мы все зря здесь собрались Я привез с дачи восход 175 кубов, все в стоке Только стоит карбюратор Микуни 24 Короче, он работает пока, как и все советское И поэтому мы сегодня повышаем ставку Мы будем сравнивать Минск с пидбайком Но всегда у нас есть козырь в рукаве Так сказать, штука побольше и помощнее Которая может, так сказать, нам составить конкуренцию достойную Даже 140-ку, я думаю, накажем Так, ну ладно, восход бог с ним Рассказал, что он у нас будет сегодня Так, на всякий случай, для подстраховки Че я сделал с Минском? Вообще ничего, потому что времени нет Кроме того, что я таки изобрел выхлоп из руля Аж отсюда до туда Кстати, золотые мои подписчики Золотые подписчики Джазмота Читаю все ваши комментарии Те, кто пишут, что руки у меня из жопы Да, наверное Педантичный человек не может пережить, так сказать, увиденное Я с вами не спорю Делайте как вам по душе Все, вопросов к вам нет Все те, кто пишут То, что вот такое сечение глушителя Душит двухтактные двигатели Друзья, у меня для вас плохие новости Вы вообще не понимаете, получается, как работают двухтактные моторы Вместо того, чтобы сейчас, так сказать, вводить для вас какой-то теоретический курс большой Я просто, Алексей, если можно Вот чисто для самообразования Посмотрите канал 4700 мельников называется Там человек на диностенд Ставит ИШ-планету Вешает на нее резонаторы Снимает глушители Проверяет, какое дупло хорошо, какое плохо Там ответы на все ваши вопросы, ребята Если снять с него просто глушитель Да, как многие делают Труба прямая Оно даст только громкий звук И больше ничего Я не говорю, что этот резонатор работает Нет Но просто это нормально Когда у резонатора вот такое вот узенькое сечение И еще сразу третий момент проясним Очень многие писали по поводу того, что надо тюнячить Надо туда вкатить то Надо вкатить все Ну, наверное, надо Ну, наверное, об этом чуть-чуть попозже Дадим вам ответ А сейчас давайте зарубимся спидбайками Посмотрим, что у нас, какая техника тут из Китая представлена Ну и все Пойдем знакомиться со школопой Итак, друзья Для сегодняшнего сравнения Мы пригласили Или, наверное, даже наш коллега Иван Нас пригласил в свое село И будет исполнять роль вот такого возрастного школьника А я, стало быть, отец С натуральными усами в кепке и в рубашке Папа Папа Мы сегодня будем сравнивать китайские питбайки с отечественной техникой У нас есть 2 единицы отечественной техники И даже есть несколько питбайков Они пока за кадром куда-то по лесу разбежались Но ничего страшного Мы заготовили несколько испытаний Которые, наверное, нам что-то должны дать Но глобально итоги мы подведем в конце И все нам станет понятно Для начала я бы хотел обсудить такой вопрос Иван, сколько стоит твоя колесница? Я купил его за 30 тысяч рублей И еще 30 тысяч вложил Итого? Итого 60 тысяч рублей 60 тысяч рублей за колесницу Которая едет Да Едет Но не очень Наверное, рынок у питбайков В принципе, у бушных Ну, плюс-минус живых Такое есть 50-60 тысяч Ну, я бы сказал даже 60-70 60-70 Поэтому не покупаем бушку Покупаем в джазу Новый, короче Вот здесь Все Словили 60 тысяч рублей Встала тебе твоя телега Лех, сколько нам встала вот эта Вот эта вот Ну 60 тысяч 25-27 Вместе Со всеми расходами Успокойся 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 Давайте так Пятак стоил минскач Запчасти по мотору Включая карбюратор И резонатор Который не работает Подписчики Я все знаю Ну, давайте Плюс 10 Плюс 10 Это техничка И стайлинг Со всеми делами С покрышкой И с баллонами Ну, плюс пятак 20 тысяч рублей Мы получили Вот эту Вот эту Мы получили Разница, конечно Значительная В сторону Совка Совки Тащат пока что По цене Но будем дальше Разбираться Нам же не только Его надо купить И потом весело На него смотреть Дома во дворе Нам же надо кататься Поэтому нам надо Как-то это дело Сравнить, Иван Как оно едет Кто быстрее Кто выше И кто сильнее Ну, заводимся Потихонечку Кто быстрее заведется Что происходит Что происходит Немножечко По цене Пять Итак, друзья, первое соревнование вы видели. Мы с Иваном, кто быстрее заведет байк, ну, естественно, ребята, кто же строил с говная палкой этот мотоцикл? Конечно, он завелся, но не все так гладко. Мы поехали проводить что? Самое главное для школьника что? Это скорость, скорость, вы одержимы скоростью. Драгрейсинг, ребята, мы едем на драгрейсинг. Я потерял АПХВП, не беда, друзья, это же отечественная техника. Мы соберем ее в лесу из палок дальше и поедем. Сейчас мы ее... Из палок, действительно. Из палочек. Из палок. Вот, перчатка у меня классная. Это что? Ой, это у меня сливной болт потерялся. Это из палок, наверное. Это из палок, все, я починил, смотри, Алексей, все четко. Итак, мы двигаемся на стартовую линию, где мы сейчас попытаемся обогнать вот эту 140-ку GMC. Если у нас ничего не получится, у нас есть старший брат. Восход 1980 года. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это было неэспециально. Ну, молодежь, обставила, обставила старичка-то 125-го. Сейчас, лег, сейчас, ставки повысим, секунду. Дим, у тебя что-то там течет опять. Где течет? Да вот посмотри вот сюда вот. Ой, блин, ты видел какие тут колдобины-то, а? Ты видел какие дороги? Еще бы она не потекла. Один-один. А ты говоришь, а ты говоришь, что течет. Один-один, у меня тоже течет. Все, так, Иван, никуда не уходи. Дима, а это что за зло? Это же восход, восход. Это реально зло. Тут мощи. Сейчас мы, мы сейчас... Дима, ты не перебью. У тебя тут бензин течет, как бак закрыт? Закрой кран-то, ну. Вот не знает, да еще. Мы сейчас Ивану подсунем, питбайк, 125-ку, полуавтомат. Лех, только тщ. Ивану подсунем. Так, братцы, ну все, не все так плохо. 125-ку мы разделали вообще, как семечки у бабушки на лавочке. Сейчас до 140-ку еще доедим, так сказать, дощелкаем. И пойдем дальше сниматься. Восходик тащит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Нет, давай с разгона, Иван, раз у тебя такой критерий был к нему. Если, смотрите, вот этот мотоцикл, питбайк, все. Так он заглох. Я его положил, можно сказать. Потому что там по фильтрам он был в воде. Если я эту хуй... Что за питбайк такой, что он в луже, по фильтр в воде? Вот смотри, где... Тебя бак прикручен, нет? У меня все прикручено, так должно быть. Нет, вот не нравится, Селёж. Я могу его положить, да, если на скорости переехать? Это если бы я сейчас приехал на скутере, на своей Хонде так, и заехал бы в лужу и сказал, у меня фильтр низко, я заглох. Пусть и райдер... Зачем нужен питбайк тогда тебе? А зачем вообще... Ой, истерички, истерички, а? Где вот райдер называть себя твелфу-клок-бой? Давай, делай. Заведись сначала. С разгону! Ань, ты её ногой придерживай. Лава тебе. Чё, сейчас разложится просто, и мюминс выкинем весь вон в канаву, он здесь останется навсегда. Нельзя так в отечественной технике поступать, нельзя! Всё, Бобик сдох, номер два. Вань, ну чё? Ну чё, короче, всё, Бобик сдох, номер два. Что Бобик мой сдох, что этот Бобик сдох. Мысли Бобик сдох. В смысле Бобик сдох? Ты зачем волну поднял, а? Потому что нужен экшен, блин. Ты в цунами поднял какую-то... Зачем экшен? Потому что ты сказал, что я пусси райдер, я не пусси райдер, бля. Я поднял цунами. Вот молодёжь, а, им скажешь, они делают. А тебе с девятого этажа скажут прыгнуть. Ты тоже пойдёшь прыгнешь? Это другое. Ты теперь весь в грязи, а я вот хоть на танцы, хоть куда. Вот сейчас об травку кеду вам, протру и всё. Сейчас жара, лето, я сейчас высохну за пять минут. Ой, всё, вот иди, сохни туда вот. Усохни, короче, всё. Я думаю, надо финалиться, Иван. Как тебе вообще аппарат? Говно. Не с говно. Да. Восход чуть-чуть получше. Восход... Так я не понял. Восход сильно получше. Восход сильно получше, но если махнуть колёса с Минска на восход, это будет вообще такая ракета. Но мы этим делать не будем. Короче, всё. Собираем 500 комментариев и меняем колёса на Минске. И в восходе бегом в комменты ставим лайки или посты. Я не буду этого делать, это мои мотоциклы. Он пусть, собственно, на своей деревне командует. Хотя мы на его деревне и есть. Короче, всё. Доставьём Минск из... Это моё болото. Достаём Минск из его болота и финалим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, дорогие подсвичники, серия наших бесполезных испытаний подошла к концу. Собственно, какой, наверное, итог, хочется сразу сказать. Во-первых, повторить фразы, которые я говорил в начале наших испытаний, это то, что для того, чтобы пидбайк поехал на соревнования, его, как правило, нужно только заправить. А с отечественной техникой надо крепко позаниматься любовью в гараже. И потом еще по ходу дела она будет разваливаться, и что-то с ней делать надо постоянно. Как будто можно получать ровно столько же удовольствия на отечественной технике наравне с пидбайком. То есть мы сейчас все катались, все весело проводили время. Конечно, практически по всем параметрам отечественная техника, она, конечно, устарела. То есть нет, да, нет, кроме торможения, нету мощности, нету подвески. Но в восходе, кстати, мощность присутствует, вообще очень хорошая. Во! Но она присутствует там, потому что там стоит что? Микуни 24. Короче, удивительная вещь отечественная техника. Но самый главный вывод, друзья, который я хочу вам сказать. То, что мы тут сейчас испытывали, кто лучше, кто круче. Ну, какие-то выводы из этого можно сделать. Но как будто это все было ради того, чтобы показать вам то, что с отечественной техникой можно так же весело проводить время, как и с пидбайками. Ну, например. И недавно я по кое-каким секретным делам ездил в Ярославскую область. Я думал в зону 51. Я думал в зону 51 по секретным делам ездил. А, это шутки этих. Кто ты там? Бумер, зумер, думер. Не знаю. Короче, все. Не разбирайся. Все, я понял, Май. Короче, я был в Ярославской области. А в выходной день погожий, пригожий. И кругом были компашки. Компашки, школьники на пидбайках там, на всякой истории. И вы знаете, что в каждой компании стабильно я видел. То Минскач, то Восход, то Ижак, то Урал. Я вам отвечаю. Я вот еду там и раз в полчаса вижу какую-то банду возле дороги. Везде есть отечественная техника. Это нам о чем говорит? Что тема эта живет, жила и будет жить, друзья мои. Если вы можете себе позволить в плане рук обслуживать такую технику, вы можете ее реально довести до ума. Недорого купить себе байк и получать удовольствие. А потом уже накопите и купите пидбайк и нереально кайфанете, потому что разница огромная. Короче, как итог. И это хорошо, и это тоже хорошо. Все имеет право на жизнь. Кстати, друзья, мы тут подумали в Жазмото о том, что в Минск мы больше тюнинговать не будем. Ну, как будто в этом нет смысла. Нет на это времени, нет на это ресурса. И канал у нас, наверное, не совсем по теме, потому что мы все-таки, Иван, какие мотоциклы продаем? Пидбайки. Они здесь сделаны. Пидбайки, эндуро, все не отечественные, все китайские, китайского производства. Кстати, знаешь, что? Да, у меня есть одна мысль. Сейчас вот лежал, думал, вот Минск не валит, восход валит. Восход, но это отсылка к Китаю, Восток. Они максимально близко подобрались китайцам, поэтому едут. Потрясающая теория. Да, невероятно, но факт. Короче, Иван, нагнал какой-то чепухи. В общем, смотрите, Минск, наверное, на этой серии у нас финалится. Но есть хорошие для вас новости. В том плане то, что у меня, на самом деле, техники так много, что мне ее уже девать некуда. И Минск, ну, как будто мне не нужен. И мы решили его на канале, друзья, среди вас, золотые мои, разыграть. Пока что это все родилось буквально сегодня. Идея розыгрыша. И мы не знаем конкретно, как мы ее будем проводить. Хотели спросить у вас. Потому что есть варианты. Просто коммент, подписка, лайк и так далее. Или же провести какой-то компактный розыгрыш с какими-то дешевыми билетами. Потому что, ну, господи, ну, по 100 рублей, я не знаю, там, 250-300 билетов разыграть. И вот такой вот приватной компанией разыграть, значит, этот аппарат. Пишите в комментарии свои мысли. Я, конечно, его отмою. Обратно сделаю, чтобы там у него ничего не отваливалось. И будем мы его среди вас разыгрывать. И это уже будет ваша головная боль, мои дорогие подписчики. Кстати, 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 этот Минск, он с документами. Я отдам на него и фару, и приборку, и что хотите. То есть номера на раме, на моторе, все бьется. То есть реально его можно отреставрировать. Что хотите, делайте. Но у меня как будто душа уже больше к нему не лежит. Что Вань хотел? А потом, может, еще, если попрет у Димана с розыгрышем, посмотрим, как это все пройдет. Может, и питбек разыграем, что-то я думаю. Твою? Ну, да. Посмотрим. Наводите активность, ребята. По-моему... Да, посмотрим от активности. Да. В общем, друзья, наши испытания завершены. Анонсируем розыгрыш Минска. Условия. Какие вам интересны? Платный розыгрыш или просто лайк, коммент, подписка? Пишите в комментариях. Соответственно, после выпуска ролика мы оперативно собираем от вас информацию и анонсируем розыгрыш. До скорых встреч. Ну что, друзья, вот это вступление для нового нашего проекта, для новой нашей серии. И пишется оно в тот же день, когда мы тестировали Минск против питбайка. У нас тут замечательный восход мой, который я привез с дачи. Я напоминаю. И к чему мы пришли? К тому, что Савок, конечно, сила. Но вот Минск, условно, у нас ехал, неважно. Восход ехал вот так, но недолго у нас пропала искра. То есть у нас стоит карбюратор Микуни, а искры здесь больше нет. Но, кстати, извини, знаешь, к слову, я тебя вот перебью. Самое главное, то, что мы думали, что от... Прошу прощения, сломается, ляжет, упадет Минск. Но он до сих пор работает. А на восходе тогда восход, это у нас был резерв, на котором мы будем раздавать. Но получилось как? Получилось наоборот. То, что Минск, который плохо едет, но он до сих пор работает без проблем. Восход, который резерв прокатился туда-сюда и сломался. Ну, не суть. Друзья, мы уперлись в какую проблему? Вот он у меня на даче стоит. И я хочу с участка доехать до речки, там, 2 километра. Или какой-нибудь дальний пруд расследовать, расследовать 20 километров. Ну вот, вот окей, он меня довез до пруда 20 километров, а обратно ехать не хочет. Вот я не знаю, почему нет искры. А я уверен, утром она появится. Вот просто вот потому, что он так захотел, друзья. Вот эта проблема постоянная, качеля с отечественной техникой меня напрягает. И я кое-что придумал. В том году мы снимали обзор на кое-какие мотоциклы. Ссылка в описании, ребята, посмотрите. Ссылка будет сейчас в описании, посмотрите, пожалуйста. Там в комментариях люди писали, что это китайское фуфло, что оно разваливается, что это фекалии, там и все такое. Друзья мои, я с вами в корне не согласен. Я купил этот китайский мотоцикл, который вы хейтили. Я даже больше вам скажу. Я, естественно, купил бэушный мотоцикл, потому что он, во-первых, дешевый. Ну, это не есть, хорошо, надо будет к нему руки приложить. Но смысл в чем? Он недорогой. Я его купил бэушным, чтобы вы не писали, что новое, конечно, оно работает, а бэушное, типа, развалится. Идем, пойдем покажу. Итак, барабанная дробь. Барабанная дробь, друзья, вот он. Рейсер РС-150. Друзья мои, это тот байк, на котором я катался, который весь в корзинках увешанный, весь в багажниках. На котором я кайфовал. В общем, в чем смысл? Этот байк максимально клевый для утилитарной всякой движухи дачной. Съездить там в лесок, на рыбалку, в магазин, куда угодно. Он работает всегда. Вот он даже бэушный такой отжатый. Я беру. Ключил зажигание. Тут, смотрите, все. Это я вот его купил, я ничего с ним не делал. Все. Вы понимаете? Можно купить на дачу питбайк, но мы же хотим в 5 утра на рыбалку выехать, друзья. Питбайк клевая тема, крутая. Но для тех, кому надо в 5 утра на рыбалочку, вы слышите, как он работает? Вы слышите точно вот тех вот. А меня вы не слышите. Короче, друзья, этот аппарат максимально отжат. Он бэушный, у него нет пары, у него нет багажников, вот этих всех. Мы сейчас переместимся в гараж. Я уже налево с Виталией, и мы будем восстанавливать из пепла, так скажем, этот байк. А я поехал в счастливое будущее. Прямо вот так с Авито. Прямо вот так с Авито.